вот на приоритет ничего не влияет вообще абсолютно вы его вообще для чего вы даете то он уже вообще никак не работает что плюс 9 было что плюс 12 было какая разница полчаса стоишь 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 потом бах какой-то заказ там не знаю опять в какую-то точку где нету спрос и чтоб еще там постоял ну то есть получается если я буду тут в час выполнять один заказ ну за девять часов наверное за 12 часов я 12 выполню до ожидать у вас вот смотрите поддержку я написал дать мне отвечают какой-то нелепостью типа как глухой телефон я я об одном спрашиваю мне о другом отвечают то есть полностью отписывайтесь от меня установили настройки вредоносные и отписывайтесь все так нормально все пускай вот так вот работает программа я не вижу чтобы они что-то там попадали в первую очередь и именно мне попадают те заказы в ту точку где еще меньше спрос да и там меньше спрос и тут меньше спрос это я должен поверить что такая подборка идет заказов что других нету вообще заказа только такие вот остались для меня потом второй вопрос сейчас попытался переключиться на безналичную оплату чтобы заказы поступали система мне пишет что я использовал на сегодня все попытки каким образом я их использовал я один раз только переключился мне вчера ваша поддержка написала что три раза в 24 часа вы имеете право переключиться на режим если вы находитесь вне зоны вот я сейчас попытался вот я сейчас попытался второй раз переключиться мне система пишет что я использовал все попытки на сегодня а чё у нас день уже закончился что-ли день нет не закончился но если вы включите один из способа платы на данный будет поступать еще реже попробуйте пожалуйста у меня способами оплаты еще поработать нет а зачем вы смотрите опять таки нарушение системы работы это вот сейчас это прозвучало как совет от вас я вам сейчас говорю о том что есть приложение есть система которые мы сами правила установили пользование этой системы я говорю о том что у вас не работает вот эта функция вот эта функция не работает а вы мне сейчас говорит совет нет да нет уж лучше поработайте вот так вот да вы наладьте работу то нет нет я обязательно сейчас оказываю обращение что у вас не получается вы всего лишь один раз сделали и это уже недоступно это скажите я обязательно потихсирую но просто как совет так я хочу вам сказать что вот так заказывают еще но это не это же ведь на постоянной основе почему у вас программа делает так как хочу так и делаю вне зависимости правил сервиса я же не первый раз по этому поводу обращаюсь постоянно вы блокируете не даете переключиться при этом у вас заказы наличными они у вас отменяются без оплаты машину гонять начинаете туда-сюда программа причем ищет у вас именно заказы по наличной оплате просто такие заказы нету вот стоишь в зоне вот смотрите стоишь в зоне высокого спроса да и вам поступает заказ за три километра от вас я во что должен поверить что вот ближе вот у меня заказов нету оказывается там заказ просто по наличной оплате и этот заказ еще не знаю с выездом куда-то опять там за пределы города вот поэтому так вот удобно системе выдавать такие заказы и неудобно ей переключать водителя нам выбор способа оплаты больше заказов я получать не буду заказов полно и по безналичному и по наличному расчету то что вы мне говорите что оставить так как есть и вы так будете больше получать я так и буду больше получать заказов хватает просто нужно убрать кое-какие ненужные настройки в программе вот это вот вредоносные направления которые индивидуально по каждому водителю выставляется программы этого вообще очень неприятная вещь как это за выжим сами говорите все зависит от приоритета статуса еще чего то там я применил я применил промокод я применил промокод вашей программе сработала отрицательные реакции а она промокод вот вам теперь такие такие тут возможности все это настройки таким программе то есть не применяет промокод у меня лучше почему-то заказы поступают а применяешь еще хуже почему-то начинает это такая медвежья услуга вот вам промокод на там приоритет а приоритет липовый куда-нибудь еще дальше за город я так чувствую хорошо до свидания если вы оцените работу специалиста по шкале от отзавода еще ничего не сделано уже оцените кого оценивать бетти все и вот я тоже сейчас отъехать ждал такси приехал я 10 минут его ждал и спешу открыл мне окно и сказал я туда не поеду это как а я вот наоборот стоял в вашем районе сейчас наверное 5 стоял нет и нет нет и нет заказов потому что я приехал вообще с царево я в царево выкинули там я где-то полчаса простоял он не дал садоводческое общество какое-то там в трех километрах я туда съездил а там адрес обратно в царево нормально съездил за клиентами обратно вернулся царево еще простоял полчаса ничего нет никакой реакции при подключил вот этот приоритет их никакой реакции звоню она мне советует перезагрузить приложение там перезайти в него зачем вообще даете тогда такие заказы за город закрытую то есть навязывают водителю они должны показывать начальную конечную точку и стандартный заказ называется специально так дают в итоге я оттуда час там постоял приехал сюда стоял-постоял думаю делать тут нечего зоны приоритета нет попытался переключиться на безналичную оплату не дает я использовал все попытки какие три попытки в день дается я один раз ладно поехал проехал буквально полтора километра дает ваш заказ назад возвращать что приятно вот так вот работают опять-таки кощаково царево куда-нибудь за город все делается для того что у меня вот в программе висит бонусная программа выполнить столько поездок получишь доплату мне осталось 49 проездок выполнить за два дня вот они начинают вставлять палку потому что я один короткий сегодня заказ получил потом мне дают попутно следующий заказ я пока везу клиента по короткому заказ у меня как бы висит там уже следующий заказ тут я подъезжаю высаживаю клиента мне бах падает другой заказ тот отменился другой заказ этот другой заказ у царёва виллдж понимаете мы искали тот был как бы из центров на латышских стрелков ну то есть в городе вот они его отменили и подсунули другой зачем я не понимаю брать заказ если ты туда не едешь они закрытую дают я только в начальную точку вижу куда подъехать за клиентом когда я нажимаю но подъезжаю туда нажимаю что я на месте вот тогда только открывается конечной точкой а почему так вот они такие правила у них сервис а еще раз объясняю эти правила были для обычных городских заказов а вот то что вы из загород считается нестандартным заказом и они должны показывать сразу в заказе и начальную и конечную точку они этого не делают понятно то есть я должен был злиться не на водителя на систему да да по сути у нас получается что у нас вообще как будто прав выбора нет они как рабы куда вас погнали там туда и вы это самое должны вы ехать у меня один раз вот дает заказ я как бы рядом стою но там садоводческое общество и написано аллее 18 и такой сигсак по этим аллеем короче в саду дороги нету а по правилам вообще сервиса такси это городской вид транспорта предназначенный для передвижения по дорожным покрытием ну то есть по дорогам если нету дороги мы не обязаны ехать вообще я пишу я пишу типа делаю фотографию этой дороги такой пишу типа что нету дороги не могу доехать до клиента они молчат и не отвечают ничего время то идет ну типа там клиент а с другой стороны но клиент сам виноват извини меня если находишься в саду хоть ты там с мешком яблок хоть что-то ну ты думай головой ты куда-то вызываешь такси то ты должен выйти я не знаю выходу из сада там или что там где есть возможность подъехать машине а потом заказывать а не так что люди там сидят там едут в лифте заказывают такси в лифте естественно связь не очень система определяет как хочет его и мне показывают дочку там типа за домом где-то а я же не знаю может этот человек гуляет там вызвал такси я туда подъезжаю мне звонит и начинает с претензиями а вы куда подъехали я же типа указал я говорю а что вы подъезд не пишете и начинается вранье я написал он не определил я говорю ко мне какие претензии у вас я говорю я какую точку вижу у меня нет другой информации я говорю я не читаю ваши мысли на расстоянии я говорю если можете подойдите сюда я не могу у меня сумка тяжелая ну и свиньи тогда отменяй заказ и назначай другую машину все у нас рейтинг снижается там все баллы приоритета нажаловались как они отвечают программа определяет если клиент часто жалуется тогда только в этом случае отрицательная оценка клиента может быть не учитана ну то есть в занижении а я откуда знаю часто он сжалуется не часто он сжалуется у меня вот она моя ситуация я вам написал пояснение объяснение по этому поводу будьте любезны исправить мы не имеем доступа к системе ну чтобы исправлять вот это типа делается на автоматической основе пришел отрицательный ответ все он зафиксировался все оценка снизилась так вроде не в одну сторону можно вы тоже можете жаловаться на клиент вы думаете это как-то влияет на клиента вот смотрите у вас какой там рейтинг 5 баллов или там 4 и 9 без понятия ну у вас же есть там оценка я никогда не лазил в это вот именно вы даже не смотрите заказы поступает одинаково правильно тут вся работа программы нацелена на клиентов не на водителей то есть как можно больше удержать клиентов в сервисе чтобы они пользовались этим сервисом хоть у вас 4 и 5 хоть 4 и 6 хоть там я не знаю 3 балла будет какая разница какая разница они будут вам давать назначать машину и все такое я не ставлю я не ставлю оценки это вообще об этом даже ни разу я не слышал о том что на что-то это могло повлиять сколько там еще ехать сколько еще ехать 8 минут 8 минут а 5 часу то есть в северной три часа вот на линии нахожусь 4 заказка за три часа там а в среднем где-то 20 минут на один заказ должно в час ты уже как минимум три заказа 3 4 заказ должен чтобы окупить или же вообще вот по среднему как бы статистическому буквально за час давай мне давать за короткие заказы с более повышенным коэффициентом и как бы где-то на 15 заказах я уже у меня был 2100 с чем-то рублей то есть за 5 заказов я получил тысячу а без первые 10 заказов я тоже тысячу получил получается что сейчас три часа и а сейчас три за три часа и 600 рублей получил выполнил 4 заказа и это вообще как бы неприменимо ни к одному из параметров системы так это же еще бензин там или вы считаете конечно сколько получается вообще зарабатывать тогда с такой системой вот они об этом и беспокоиться без разницы я буду как рабы вы же сами типа подписались под то чтобы ну работать по программе хотите работайте хотите не работайте мы вас не заставляем теперь все вот так можно так трактовать эту силу когда трачу когда не трачу самый большой день 4 800 у меня был на быстро 12 мая а сколько 26 заказов а сколько времени а времени ну смена идет 12 часов то есть ну я не 12 часов 10 наверно поработал ну за 10 часов 4800 это уже с вычетанных не комиссии комиссии сервиса 1000 рублей получается карты 4 тысячи восемьдесят наличными 1800 все это сложите из этого вычесть тысячу получается 4 800 ну хорошо а сколько уходит на бензин с этих денег или они уже более 600 то есть в итоге 4200 ну покушать помыть машину ну где-то еще там рублей сколько можно в общем среднем это где-то 2 800 33 с половиной Ну вот месяц, он, правда, май месяц, он же ещё половину только прошло. Вот зарядок за месяц сорок тысяч, шестьсот метров на две доходы. А май месяц вот сорок тысяч зарядок, вот в апрель шестьдесят. Март шестьдесят три, февраль семьдесят пять, ну то есть зависит от того, ну как я сам буду работать. Буду, если я работаю каждый день по двенадцать часов, у меня будет и сто, и сто, там, пятьдесят можно сделать. Некоторые есть вот фанаты. Хотя 150 это будет грязными, отсюда надо быть, это тоже вот это всё грязными, отсюда надо вычесть на бензин из каждой этой суммы, тысяч по двадцать за месяц. То есть, если там, допустим, шестьдесят написано, значит, будет сорок тысяч чистыми. А если машина что-то сломается? Масса. Еще минус. Масса, да? Ну да, раз месяц надо менять маслом, ну, замена маслом и, просто, ничего не могу escалить. Продолжение следует...